Чудо-аппарат. Так и не иначе сотрудники Центральной универсальной научной библиотеки называют планетарный сканер. С его помощью планируется цифровать редкие краеведческие издания, которыми располагают учреждения. Сканер просто в управлении. Есть ручной и полуавтоматические режимы. О такой технике сотрудники библиотеки мечтали давно. В первом квартале этого года мы смогли оплатить этот сканер. И в апреле он из Иркутской области к нам прибыл двумя перелетами. То есть до Москвы и от Москвы сюда. Настройка между праздничными днями, праздниками 1 и 9 мая произошла. Приезжал специалист от поставщика из Москвы. И была настройка и оборудования, и программного печенья. И одновременно обучались наши специалисты работе с этим сканером. Ирина Науменко цифровкой книг занимается около 7 лет. Но этот сканер, по ее словам, с другими не сравним. Ни по качеству конечного продукта, ни по возможностям работки полученного материала. Я уже давно и сканирую, мы занимаемся всевозможными проектами неоднократно. Но, конечно, когда я его увидела, когда его стали собирать, мне тут стало, конечно, страшновато. Но сейчас, вот уже сколько я, наверное, неделю я, может быть, полторы работаю. Лишь бы только не было сбоя. Как всегда. Компьютер есть компьютер. После того, как нужные страницы отсканированы, изображение попадает в компьютер. Там начинается один из наиболее трудоемких этапов – процесс обработки полученных снимков. Для этой работы на ПК установлено специальное программное обеспечение. Если книгу, менее сотни страниц, потребуется времени всего лишь два часа, чтобы отсканировать на этом аппарате, то обработать затраты временные в пять раз больше. Ну, и можете посчитать, если у нас краеведческий фонд составляет где-то около 24 тысячи зданий, сколько потребуется времени, чтобы его оцифровать. В ближайшей перспективе цифровка 50 редких зданий 1-3 прошлого века. Они посвящены 95-летию Иваново-Вознесенской губернии. В учреждении реализуется специальный проект «Судьба губернии», «Судьба библиотеки». В дальнейшем не исключено, что планетарный сканер будет использован для частичной цифровки архива Андрея Тарковского. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново. Любовь Почерникова, Олег Милехин.